Приветствую вас! И, вы знаете, я прочитал ваше сообщение и из него мне показалось, что вот вы очень болезненно реагируете на то, что вам говорят о том, что вы худой. Вы прямо откровенно пишите, что вас бесит, что вам говорят, что вы худой. При этом вас бесит то, что люди вас как бы, ну, в общем, пытаются успокоить, как я понял. То есть вы в действительности худой, а люди вам говорят, что вы худой, и тогда это вас успокоит еще больше. Еще лучше. Занекает такой вот вопрос, который, ну, в общем, кажется мне важным здесь. Почему вас так разращали? Возможно, вы сомневаетесь сами в себе в том, что вы худой. Возможно, у вас когда-то были проблемы с весом, и вы сейчас, на данный момент, не смогли до конца обрести уверенность в себе в том, что вы именно худой, а не толстый. Сам факт, что вас волнует данная ситуация, сам факт, что вы обращаете на это внимание, говорит о том, что, в общем-то, для вас тема личного веса существует. Это, так или иначе, ваш комплекс. Хотя бы потому, что вы пытаетесь кому-то что-то доказать. Вы пытаетесь доказать своим родным, что вы не толстый, вы худой. Но вместе с тем, когда вы видите, что они вам верят, вы не до конца принимаете этот факт. Вам кажется, что родные как бы специально вас успокаивают, но при этом вы действительно все равно толстый. Так вы считаете. и возникает вопрос, почему для вас это имеет такое значение. Вы возвращаетесь, потому что вас это задевает. И надо понять, что именно вас задевает. Когда человек говорит, что вы худой, вы воспринимаете это как попытку успокоить вас. То есть, в действительности вы понимаете, что люди, наверное, считают вас толстым и не хотят обижать. и исходя из этого, вы понимаете, что раз люди считают вас толстым, значит, вы действительно толстый, они просто не видят вас. Не видят, что вы действительно худой и вот таким образом лукаво пытаются вас обмануть. А возникает тогда следующий вопрос. Хорошо. Они считают, что вы достаточно толстый. Пусть будет так. так. Ну, тогда объясните мне, пожалуйста, вот какой момент. Если, по вашему мнению, эти люди считают, что вы толстый, а вы точно знаете, что вы худой, то зачем, для чего, кому-то что-то доказывать? Зачем пытаться догонять, что вы другой, если вы четко знаете о себе, то, что вы знаете, что вы худой? Зачем пытаться доказать кому-то? Вы все равно людям не докажете ничего, потому что возможно им нравится говорить такие вещи, возможно их устраивает, что они как бы самоутверждаются за вас таким образом. И вы, может быть, уже давным-давно не толстые, может быть, вы давным-давно уже по-настоящему худой, но они все равно будут платным бокалом просто потому, что для них это своего рода ритуал. И это нужно так же понимать. Понимать, что люди очень склонны внедрять в свою жизнь моменты ритуала. Особенно пожилые люди. Особенно родня. Особенно если эти встречи носят формальный и официальный характер. И люди там не отличаются особой искренностью, скажем так. и тогда следующий мой вопрос заключается вот в чем. Почему вы стремитесь обязательно им что-то доказать? Вас получается задевают их слова. Раз вас их слова задевают, значит, вы в чем-то сомневаетесь в себе. В один случае вас бы ничего не задевало. ваше раздражение ответит как раз таки о том, что что-то вас задевает, что-то вас отцепляет, в чем-то вы сомневаетесь. Вот и давайте попробуем подумать, а в чем же вы сомневаетесь? Почему какие-то моменты, аспекты вас самого вызывают у вас сомнения? И вот над этими сомнениями вам и нужно поработать. в действительности если вы скажем так проработаете свои сомнения и либо убедитесь, что это не так, либо наоборот поймете, что сомнения имеют место быть и начнете что-то делать для того, чтобы эти сомнения убрать, то и раздражение уйдет, потому что у него не будет почвы для существования. У раздражения не будет причины для того, чтобы быть, а пока очень раздражение в наличии и наличии, потому что для этого есть причины. Причины кроются внутри вас и связаны с тем, как вы себя самого воспринимаете. Возможно, вам неприятна тема вещи, именно потому что вы сами думаете, что вы не очень хорошо, не очень привлекательно выглядите. Несмотря на кто-то играет в футбол и волейбол. И вот в этом вам и нужно разобраться, в чем вы в себе сомневаетесь. И после того, как данные сомнения будут разверены, проработаны, выявлены, осмыслены, вы сможете как раз-таки и не испытывать раздражения каждый раз, когда вам говорят об этом. все касается поведения родных. Почему они вот ну почему они говорят вам, что вы допустим, там худо и так далее. Потому что они наверное знают, что вас эта тема как-то вздевает. Они знают, что вы как-то переживаете по поводу своего верха и из-за этого пытаются вас успокоить. И они будут успокаивать вас до тех пор, пока вы будете так реагировать. У них есть претенденты, у них есть случаи, когда вы по их мнению дали в том, чтобы вас успокоить. Если вы будете проявлять безразличие, если вы не будете реагировать на их поведение такого, на их попытку вас успокоить, а будете абсолютно безразличны, то и для них исчезнет стимул к тому, чтобы вам говорить про ваш вес. Чтобы стимул исчез, можно действовать двумя путями. Первый путь это тот, о котором в принципе уже я рассказал. Это путь связан непосредственно с проработкой своих собственных сомнений, страхов и так далее. Второй путь это просто волевое поведение, направленное на создание у людей впечатления о том, что вас это не трогает. для этого необходимо терпение, выдержка, воля и наверное умение концентрироваться на определенных условиях, на определенных обстоятельствах и самое главное лучше понимать то, что двигает вашими родными. Вы почему-то считаете, что родные как-то негативно на вас нацелены, хотя в действительности они стремятся вам помочь. Да, может быть вам так не кажется. Да, может быть вы считаете, что в действительности они вам не помогают, а наоборот вы едят. И вы злитесь на них дадут, они этого не понимают. Но в действительности люди редко понимают других, особенно пожилые. Вам нужно понять, что родные руководствуются именно желанием вам помочь. И если вы это осознаете, прочувствуете и поймете, возможно вам будет легче проявлять к ним безразличия. Потому что вы понимаете, что родные говорят не с вами как таковы. Они через вас говорят сами с собой. Ну вот ставьте например, если людям не о чем поговорить. Ну вообще не о чем разговаривать. Нет тем для разговора общих. Кроме одной. Это ваш вес. Естественно люди будут эту тему муссировать. Почему? Потому что для них это повод пообщаться. Для них это повод поговорить. И поняв это, вы также перестанете болезненно реагировать. Когда поймете, ощутите, что не с вами они говорят, не с вами, а это средство для них. Вы для них средство. Попробуйте это для себя уяснить. Возможно тогда вам будет немножечко проще понять их поведение, их реакцию и не испытывать такое отражение в ответ на то, что они вам говорят. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете всего лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.